12-летнюю девочку-людоедку из Сочи направят на лечение в психиатрическую больницу. Ее подельник покончил с собой. В Санкт-Петербурге в больнице скончался 22-летний Александр Зверев, который, по данным следствия, являлся подельником 12-летней школьницы из Сочи по делу о каннибализме. Как сообщали кубанские новости, 23 сентября 2018 года 12-летняя девочка Валерия ушла из дома в Сочи по улице Джигитской и с тех пор на связь не выходила. По факту исчезновения школьницы в Сочи было возбуждено дело по статье убийства. 3 октября прошлого года СК РФ по Краснодарскому краю подтвердил журналистам информацию о том, что 12-летняя сочинка нашлась в Ленинградской области. Позже стало известно, что она причастна к убийству, расчленению трупа и, возможно, каннибализму. По версии следствия, в ночь на 3 октября вместе со своим 21-летним знакомым Александром Зверевым в одном из домов в Ленинградской области Валерия убили и расчленила молодого человека. Потом они попытались скрыться с места преступления через окно, но их заметили соседи, которые обратились в полицию. Через несколько часов оба были задержаны. Зверев был помещен в СИЗА, а девочку Валерию отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних. Предполагаемый убийца умер в больнице после попытки суицидов в СИЗА, сообщила порталу 78.ру старший помощник руководителя СУСК РФ по Ленинградской области Юлия Матулыгина. Молодой человек попытался наложить на себя руки и впал в кому. Спасти его жизнь врачам не удалось. Девочку, в силу возраста судить не смогут. Ее будут лечить в психиатрическом стационаре в Краснодаре. Следователи решают вопрос о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого.